Журналист-социолог Игорь Яковенко подключается к нашему эфиру. Игорь, здравствуйте. Игорь, слышите ли нас? Да, я вас хорошо слышу. И мы вас прекрасно слышим. Итак, Игорь, Борис Надеждин. Что же это за фигура? Вы знаете, ну, в основном это человек достаточно компромиссный, достаточно конъюнктурный. Но вот его, так сказать, часто относятся, то есть этот человек, вы знаете, я бы так сказал, то есть половина, примерно половина Надеждина, это его контакт с Кириенко, с ныне действующим заместителем главы администрации президента. И вот его сотрудничество с Кириенко, это, ну, наверное, там, две трети сущности Надеждина. То есть он такой человек, который, в общем-то, находится в сфере системы, в сфере власти. Хотя, в общем-то, его приглашают и как оппозиционера и так далее. А другая часть Надеждина, это его контакты с Немцовым. Вот, скажем так, одна часть символизируется тем, что он взаимодействовал и дружил с Немцовым, известным убитым оппозиционером. А другая часть, это его контакты с Кириенко. Я бы так вот, именно через фигуры, с которыми взаимодействовал Надеждин, обозначил. То есть это, в общем-то, такая не... Я бы не стал мазать Надеждина одним цветом, как это делают многие. То, что он, безусловно, эта фигура, которая была... Вообще сам проект Надежды над президентом, он был, конечно, согласован с администрацией президента. В этом нет никаких сомнений. Вот, и не случайно, скажем, Дунцова, которая была явно... Не была согласована... Это был спонтанный проект, который не был согласован с администрацией президента. Она была мгновенно снята с пробега. Просто сразу же не успела, что называется, выстроиться на старте, как тут же ее сняли с пробега. А Надеждина нет, его допустили до сбора на подписи. И дальше получилось так, что, в общем-то, он вдруг неожиданно получил гигантскую, совершенно небывалую поддержку. Причем как поддержку со стороны лидеров эмигрантской оппозиции его поддержали. И Михаил Ходорковский, и Кац, и Андрей Андреевич Мянтковский его поддержал. То есть, на самом деле, там и Любовь Соболь, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального тоже его поддержал. То есть, на самом деле, он получил гигантскую поддержку от представителей оппозиции за рубежом и, в общем-то, от людей в самой России. Прежде всего, потому, что он позиционировал себя как единственный кандидат, который против войны. Но здесь есть определенное лукавство, которое обычно присутствует в позициях Надеждина. То есть, с одной стороны, он как бы заявляет о том, что он против войны, но когда начинаешь присматриваться к его позиции, прислушиваться к тому, что он говорит, на самом деле, его позиция против войны, она из-за мир, вернее так, она практически ничем не отличается от позиции Путина. Потому что Путин, как известно, тоже же за мир. Он же постоянно говорит о том, что он прямо сейчас готов к перемирию. Но только маленький нюанс. В ходе этого перемирия все то, что оккупировано, даже не то, что оккупировано, а то, что записано в качестве оккупированного, должно остаться за Россией. То есть, понятно, что про Крым, про Донбасс, про полностью Херсонскую и Запорожскую область вообще речи нет. Они должны остаться за Россией. Причем даже в тех частях, которые, так сказать, находятся сейчас под контролем законного правительства Украины. Вот. Ну, то есть, примерно то же самое говорит и Надеждин. Что, ну, по сути дела, то, что Путин, примерно так же и Надеждин. Но, понимаете, вопрос вот в чем. В том, что, когда это говорит Путин, то это воспринимается как стремление полностью уничтожить и захватить Украину. Когда это говорит Надеждин, то это воспринимается, вот человек, люди говорят одно и то же, а восприятие прямо противоположное. Так бывает. И участие Надеждина в этих выборах, если он будет допущен, в чем я категорически сомневаюсь, я практически убежден, что уж его снимут с пробега. Потому что его участие в этом процессе, оно в корне меняет вообще все задуманное с самого начала, изначально, как предполагался этот процесс. То есть, этот процесс предполагался, вот это ритуальное действие, оно предполагалось как изъявление, так сказать, как вот такая вот большая очередь к Путину с целью, так сказать, принести ему присягу на верность. То есть, никто не предполагал, что Путина будут избирать. И предполагалось, что это будет конкуренция со стороны регионов России, со стороны политических партий, кто его больше любит. Вот. А участие Надеждина в корне это все изменило, потому что появился кандидат, который воспринимается, я еще раз подчеркиваю, здесь очень важно, как воспринимается. Воспринимается как антивоенный. И если Надеждин будет допущен, то все эти карикатурные фигуры, типа, там, значит, этого коммуниста-чекиста, Харитонова, Зайчутка-Слуцкий, который возглавляет сейчас вместо Жириновского ЛДПР, они все будут просто сметены с этого самого, с этого шахматной доски. И на ней окажется двое. Путин и Надеждин. И восприятие будет такое, что это на самом деле уже не, даже не выборы никакие, а это референдум за войну и против войны. И вот здесь вот непредсказуемый результат, потому что на самом деле против войны сейчас выступают очень многие. Надеждин хочет получить там 20 с чем-то процентов, но он может получить и больше. Понятно, что нарисует ему полтора процента, но это будет эффект Тихановский, когда неважно, что нарисовали, но все знали, сколько он реально получит. Поэтому я думаю, что сейчас тот же самый Кириенко, который 100% согласовал Надеждину, может быть, даже сам ему предложил вот это участие для того, чтобы показать, как ничтожно мало набирает антивоенный кандидат. Может быть, вполне он понимает, что он ошибся, и я не исключаю, что его просто снимут с пробега, признав подписи недействительными. Но на самом деле причин, по которым любого человека можно просто посадить в дерьмо, а уж снять с дистанции это совсем легко. Так что вот такая вот загогулина, как говорил Борис Николаевич. Почему все-таки оппозиция российская поддерживает этого Надеждину, понимая, читая его высказывания, слушая то, что он говорит? Если очевидно, что у него не антивоенная риторика как таковая, у него риторика, как вы сказали, точно такая же с Путиным, как Путина, просто воспринимается по-другому, и он, в принципе, не подразумевает ответственности России за войну в Украину, никаких репараций выплачивать, по его мнению, не нужно и так далее. Почему оппозиция, видя вот такого кандидата, поддерживает его? И точно так же, если все понимают, что это согласовано с Кремлем, неужели российская оппозиция этого не понимает? Нет, смотрите, значит, надо точно понимать, о ком мы говорим. Когда вы говорите «российская оппозиция», то это очень разные люди. Есть, например, команда Навального, и мне предельно понятно, почему они поддерживают Надеждину. Очень чужого для них человека, которого бы они, так сказать, в любой другой ситуации просто, так сказать, ему бы стакан воды не подали. То есть это совершенно очевидно. Причина, почему команда Навального его поддерживает, она понятна предельно. Потому что основная идея команды Навального – это было продолжение так называемого «увного голосования», которое на самом деле является чрезвычайно глупой затеей. «Голосуя за любую партию, кроме партии жуликов и воров, и тем самым поддерживая коммунистов, поддерживая жириновцев и так далее». Так вот, они применяют эту же тактику, и вот на этом странном мероприятии. Они говорят о том, что надо голосовать за любого, но не за Путина. И в этой ситуации понятно, что когда появился Надеждин, то они, так сказать, испытали огромное облегчение, потому что призывать голосовать за любого, если нет какого-то человека, который хоть как-то похож на что-то человекообразное, то призывать голосовать, например, за Харитонова, этого чекиста-стукача, значит, сталиниста Агалтелова, то есть это действительно ища диада. Или призывать голосовать за Слуцкого. Совершенно карикатурная фигура, просто, ну, это сложно, это правда сложно. То есть предлагать людям всю жизнь потом жить с пониманием того, что ты отдал голос вот за этого ища диада. Поэтому, когда появился Надеждин, естественно, в фоне борьбы, ну, в команде Навального вздохнули с облегчением и сказали, ну, вот, конечно, смотрите, как хорошо Надеждин, он вот был другом Немцова, он там был, так сказать, ну, вообще приличный человек в очках, вот, профессор, то есть, ну, преподаватель, то есть, на самом деле, выпускник Московского физико-технического института, то есть, ну, в общем, похож на человека. Поэтому для них это было огромным облегчением. Для других, понимаете, это в какой-то степени, ну, опять-таки, понимание того, что вот есть люди в России, примерно, ну, по разным подсчетам, не меньше 20 миллионов. Это люди, которые, в принципе, против путинского режима, но по понятным причинам, как бы, сейчас не могут открыто выступать. Ну, это ясная история, потому что возможность быть либо убитым, либо оказаться в тюрьме, она близка к 100%, если человек открыто выступает в России. В тоталитарных фашистских режимах вообще уличных протестов серьезных не бывает. Вот, но, а здесь вот раз и есть возможность, практически вот эти вот гигантские очереди на морозе, это были, по сути дела, митинги. То есть, там, людям вряд ли было бы полезно объяснять, что Надеждин это, в общем, фейковая фигура. Они были, они рады просто самому факту, что можно собраться и можно открыто, не боясь оказаться в тюрьме, вот, оказаться в кругу своих, ну, там, не то чтобы единомышленников, но, по крайней мере, не вот этих вот безумных, безумных путинистов, которые, так сказать, выступают открыто за войну, за убийство украинцев. То есть, на самом деле, я очень хорошо понимаю, как людей, которые стоят на морозе за Надеждин, так и тех, кто призывает его поддержать. Вот, понимаете, я-то глубоко убежден, что это хождение по граблям. Я глубоко убежден, что это все является ошибочным. Я с пониманием отношусь к тем людям, которые в этом участвуют, но считаю, что это хождение по граблям. Ну, здесь что-то похожее на то, что я понимаю людей, которые при сильной боли начинают употреблять, там, опиум, да, стремясь от этой боли избавиться. Но я понимаю, что, в общем, злоупотребление этого приведет к гораздо большим мучениям. Вот такова моя позиция. Понимаю, зачем они это делают, но считаю, тем не менее, что это все ошибка, потому что в конечном итоге, во-первых, это надувание человека, человека, который в данном случае просто становится чуть ли не символом оппозиции, у нас такое было. Ведь в России были эти ситуации. Я помню, как многие поддержали миллиардера Прохорова, надули эту фигуру карикатурную, и после чего, в общем-то, я не знаю, что чувствовали люди, которые Прохоров все эти миллионы голосов, отданные за него, слил в унитаз. То же самое было, ну, не в таких масштабах, но Ксения Цобчак, когда она шла на выборы и тоже там 2 миллиона набрала, пусть мало, но набрала. И очень многие внешне приличные люди пошли к ней в избирательный штаб, там Дмитрий Гудков у нее работал. Ну, и, в общем, ну, здесь тоже совершенно очевидно, что это был спойлер. И в данном случае вот сейчас надежден. То есть это вот хождение по граблям, оно, конечно, несколько расстраивает. Но, в конце концов, какой-то особой беды здесь не будет. Я думаю, что все кончится тем, что его снимут с пробега, и на этом все закончится. Так вот, знаете, что, вот не представляется ли вам, что Кремль в своем желании сделать вот такой проект с таким якобы протестным кандидатом, он немножко не рассчитал. И, видимо, в администрации президента российского, ну, могли испугаться вот этим очередям в минус 43. Вот ровно это я сейчас и сказал, может быть, не так четко, как вы, но ровно это я и сказал. Я думаю, что Кириенко ошибся. Я думаю, что Кириенко не рассчитал. Просто, ну, понимаете, когда человека давно знаешь, а Кириенко очень давно знает Надеждина, Надеждин работал у него, Надеждин был с ним в одной фракции. Ну, собственно говоря, там, это давняя история, Союзу правых сил, который шел под лозунгом Путина в президенты Кириенко в Думу. Надеждин был в этой команде, и поэтому вот близкое знакомство, ну, не мог подозревать Кириенко, что такая фигура, как Надеждин, ну, прямо скажем, ну, не орел, да, что вдруг он получит такую поддержку. Ну, забыли, видимо, эффект Тихановской, когда, если есть вот какая-то одна щелочка, в которую, так сказать, может просочиться массовое настроение, то в эту щелочку просто наваливается все. И в данном случае все вот эти, весь этот потенциал ненависти к Путину и весь этот антивоенный потенциал, который в России достаточно велик, ну, просто он зажат. И понятное дело, что он не может открыто проявляться и не будет открыто проявляться до поры до времени. Вот сейчас он получил отдушину, и в эту отдушину ринулись все. Я думаю, что администрация президента России не... А может ли быть такое, что, допустим, снимают Надеждина с выборов, не допускают его, и люди встанут за ним, выйдут на улицу и скажут, мы хотим, чтобы Надежда участвовала в так называемом голосовании? Ну, кто-то выйдет, но очень небольшое количество из тех людей, которые сейчас вот производят такое впечатление, стоя на 40-градусном морозе за Надеждиной, я думаю, что это же разрешено, понимаете, за это не бьют, за это не убивают, за это не сажают в тюрьму. А если, так сказать, выйти на несанкционированный протест, ну, кто-то выйдет, конечно. У меня нет сомнений, что какие-то попытки защитить свой голос, они будут. Но я думаю, что это будет уже на пару порядков меньшее явление. И, ну, собственно говоря, на это, вот уж на это-то у Путина есть свой хороший аргумент. Это та примерно миллионная армия, которая, так сказать, находится внутри, это армия номер два, которая по численности превышает оккупационную армию, которая сейчас воюет в Украине. Это Росгвардия плюс Федеральная служба охраны плюс ФСБ. То есть, на самом деле, там сильно-сильно за миллион хорошо вооруженных, натасканных на убийство других людей, бойцов. Так что здесь раздавить любой протест... Да, мы на протяжении, в том числе, этих двух лет, особенно в начале полномасштабного вторжения России в Украину, это наблюдали, а уже о событиях 13-летней в давности на Болотной площади, так я и вообще молчу. Игорь, вам спасибо большое. С Игорем Яковенко разбирались в том, кто такой Борис Надеждин.